Искусство, отражающее жизнь. Так о театре сказал великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский. И это не о том, что на театральной сцене все должно быть как в жизни. Это о том, что театр способен реагировать и откликаться на волнующие темы в жизни общества и отдельного человека. Именно такая творческая позиция – основа работы театральной студии «Четвертая стена» Сельского дома культуры Литвинова. В ДК Литвинова театральная студия представила свой новый проект «Хроники Донбасса». Актеры Галина Рябцева, Дмитрий Нужный, Ольга Мартынова, Николай Рябцев, Ольга Ковалева и Степан Апарин прочитали пьесы членов гильдии драматургов России о специальной военной операции. Я кадровый офицер. А, значит селфи делал. На фоне окопов поди. А ты бы вот там с автоматом пообнимался, когда жара 40 и пыль угольная по степи летает. А ты лежишь часами в прицел смотришь. А степь раньше полынью пахла. Были представлены три пьесы. Светлана Гурова из Екатеринбурга «Боль», Ольга Манькоя из Севастополя «Серая зона» и Светлана Тишкина из Луганска «Ложь во спасение». Потом посмотрела в тебя, папочка, осколок попал. Ты меня даже мертво спас. А отец мой умер от инфаркта, когда я еще маленьким был. Это вы меня так показательно нейтрализовали? С гарантией, так сказать, что никогда в Лисичанск не вернусь? А вот вернулся. На танке под красным знаменем Победы въехал. Восемь долгих лет прогрызал путь, который за час можно преодолеть. Перед началом читки в Доме культуры из-за аварии отключилось электричество. Актеры были вынуждены читать пьесы в сумерках. Удивительно, но это добавило атмосферы сценическому действию, и зрители еще глубже прониклись переживаниями героев. Татьяна сама из Луганской области, из города Брянка. Она поделилась своими впечатлениями прямо из зрительного зала. Вторая пьеса, она прямо про моего папу, потому что он лежал, а мама сидела возле него. Вам огромное спасибо. Я не была дома пять лет. Я побывала на могиле у папы отца, но тяжело, правда. Вам огромнейшее спасибо. Вы прям прожили ту жизнь, которую прожила мама. Театральная студия «Четвертая стена» постоянно обращается к жанру театральных читок. Такая сценическая форма позволяет прежде всего донести до зрителя текст пьесы, воздействовать словом. Так считает руководитель студии Наталья Шор. Если я сегодня хотя бы одному человеку вот как-то вошла в сердце вот своей этой работы, если хоть один человек действительно задумался, что происходит, я считаю, что я достигаю своей цели. Я не зря живу. Я считаю, в этом мой патриотизм. Боль за наших ребят, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, горе семей, потерявших своих близких, те чувства, которые объединили всех зрителей, среди которых были и переселенцы из Донбасса, и волонтеры, помогающие нашим бойцам. За теми действующими лицами от лица, которых мы сегодня читали, стоят реальные люди, реальные события, реальные истории. И, конечно, когда ты это все читаешь, а тем более, когда ты стараешься это проживать, это невероятная боль. Ты понимаешь, насколько это было действительно больно, какая это трагедия. Прежде всего, как-то, знаете, пришлось преодолевать боль, душевную боль. Совсем недавно театральная студия «Четвертая стена» стала лауреатом второй степени на областном конкурсе театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» со спектаклем «С именем Бога. Все для людей». Мы уверены, что и новый проект «Хроники Донбасса» займет достойное место в их репертуаре. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.